237 лет Красногвардейскому. А что может быть лучшим подарком населенному пункту, чем инфраструктурные изменения? Несколько сот жителей Красногвардейского сегодня пришли посмотреть на открывающие свои двери после первого этапа реконструкции, на который израсходовали 18 миллионов рублей местный стадион «Юность». В результате долгих работ здесь все новое, измененное до неузнаваемости. Свежие легкоатлетические дорожки, зеленый изумрудный газон. Первый этап – это 18 миллионов рублей. Безусловно, стадиону нужны еще денежные средства для реализации второго этапа, для того, чтобы сделать возможным занятие спортом в разное время суток, в том числе и вечернее. Боевое крещение, обновленная «Юность» прошла футбольной баталией в гостях Красногвардейского района. Команда из Чеченской республики «Войнах». Местные футболисты, красногвардейская команда «Орбита» получили в распоряжение комфортное поле для проведения матчей любительского футбольного чемпионата Крыма. Уже совсем скоро здесь же их ожидает официальный дебют. Есть возможность играть в пас, передачи, прием мяча. Это все очень влияет на качество игры. Действительно впечатляющие масштабы для простого крымского поселка. После первого этапа реконструкции на стадионе «Юность» есть даже новое цветное электронное табло и автоматическая система полива газона. Но это еще далеко не все положительные изменения, которые коснулись внешнего облика скромной сельской арены. В ходе второго этапа реконструкции будут полностью заменены пластиковые сиденья. Что касается сегодняшнего развлекательно-спортивного вечера, подведет итоговую черту он здесь, на вот этой сцене. Для сотен жителей поселка Красногвардейский в 237-й год его рождения выступят лучшие местные творческие коллективы. Тарас Брезинский, Арсен Фукала, телеканал «Милет», Красногвардейский район.